МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА График по курортному сбору, куда пойдут деньги, которые пришли сверх нормы. Ставропольские ветераны отправились в Армению. С какой целью? Что будут там делать? Автоинспекторы Ставрополя задержали водителя с признаками опьянения. Сразу скажу, ситуация нестандартная. Патрульный автомобиль заехал на заправку, где полицейские увидели следующее. Как выяснилось, мужчина в неадекватном состоянии сидел за рулем такси. Причем машина двигалась. Товарищ водитель! Товарищ водитель! Не реагируй, Зарачка. Э-э-э-э. Заглуши машину. Заглуши машину, ты че? Реак... Тихо, тихо, успокойся. Тормози, тормози, тормози. Успокойся, полиция, успокойся. 26-летний водитель за рулем имел явные признаки наркотического опьянения. Расширенные зрачки глаз, невнятная речь, измененный цвет кожи. Молодой человек отказался ехать в наркологический диспансер на обследование. Теперь таксисту грозит лишение прав до двух лет. А также штраф в размере 30 тысяч рублей. По истечении срока придется заново сдать экзамены ГИБДД. Еще происшествие на автозаправке. На этот раз кража из кассы. Это дело расследуют и патовские полицейские. И вот как все было. Кадры с камеры видеонаблюдения. Девушка-стажер дождалась, пока оператор отлучится с рабочего места. Села поближе к кассе, аккуратно открыла кассовый аппарат и взяла оттуда 50 тысяч рублей. Девушку быстро нашли. Она во всем призналась. И рассказала, что деньги уже потратила по своему усмотрению. Возбуждено уголовное дело. Видимо, на этой заправке и работать все-таки не суждено. Сейчас сменим тему и поговорим о фазанах. Из-за своей популярности среди охотников они занесены в перечень птиц, за отстрелом которых тщательно следят. Впрочем, в отдельных охотхозяйствах на Ставрополье северокавказского фазана разводят специально. Поголовья выращивают из яиц в инкубаторах и содержат в вольерах до определенного возраста. После чего отпускают в естественную среду обитания. По последнему государственному учету, который проводился этой весной, только на территории охотничьего угодья в Шпаковском районе насчитали около 400 фазанов. Теперь к своим диким собратьям присоединилась и подросшая птица из фазанария. Происходило мероприятие по выпуску северокавказского фазана в количестве 100 голов. Выпускали в естественную среду обитания для последующего воспроизводства, обновления крови с тем фазаном, который уже обитает непосредственно в этом угоде. Кстати, к добыче в период охоты, которая в этом году открывается 2 ноября, обычно предоставляется только 30% самцов этой птицы. Репортаж о фазанах смотрите сегодня в нашем вечернем выпуске в 19.30. Ну а теперь новости из региона КМВ. Железноводск на 30% перевыполнил план по курортному сбору. С января по август там удалось собрать более 32 миллионов рублей, а это больше плана на 7 миллионов. Курортный сбор в Железноводске действует в 23 санаториях и 15 гостиницах. Они ежемесячно предоставляют данные об эффективности эксперимента. Все собранные средства направляются на обновление и создание комфортной инфраструктуры. В планах отремонтировать теренкуры, которые ведут от городских больной лечебниц к бюветам с минеральной водой в верхней части курортного парка. Все дорожки вымастят всепогодной бесшовной плиткой, а еще восстановят освещение. Чистая вода и без перебоя. В селе Курсавка Андроповского района обновляют станцию по водоподготовке. Она очищает воду для нескольких населенных пунктов, где проживают более 20 тысяч человек. Какая теперь будет вода, узнавала Екатерина Сегида. Вот уже больше 30 лет станция по водоподготовке в селе Курсавка обслуживает две трети Андроповского района. Прежде чем попасть в краны, вода проходит несколько этапов очистки. Вода из Большого Ставропольского канала попадает в водоем-накопитель. Здесь в зависимости от качества заходящей сырой воды 5-10 дней отстаивается. Затем по донному водозабору попадают медленные фильтры, которые находятся в непосредственной близости. Фильтрация – важный этап обработки. На этой станции действует двойная система очистки. Сначала толща жидкости в специальных резервуарах преодолевает слой кварцевого песка, а затем пористые плиты. За годы эксплуатации водоочистные фильтры изрядно износились. Это уже отработанный материал. За десятки лет пористые плиты, через которые проходила вода, сильно деформировались и забились грязью и илом, из-за чего производительность блока значительно снизилась. Вместо положенных 8 тысяч кубометров воды в сутки, фильтры пропускали только пять. Вода в доможители Андроповского района шла не только малым напором, но и была мутной. При этом станция ни разу не видела капитального ремонта. Данные работы были осуществлены благодаря соглашению, которое было заключено между Министерством ЖКХ Ставропольского края, ГУПСК Ставрополь-Краеводоканалом. И были выделены субсидии из бюджета Ставропольского края для капитального ремонта систем водоснабжения, позволяющих обеспечить качественное, бесперебойное водоснабжение для населения Андроповского и части Минераловодского района. На модернизацию направили порядка 150 миллионов рублей. Уже очистили водоемы от стойники, заменят почти 15 километров водоводов, а также капитально отремонтируют фильтры. Материалы уже завезли. Чем он уникален, этот кварцевый песок? Ну, хочу сказать, он прошел сетовой анализ, значит, обработку. Он имеет очень хорошую, значит, есть такое понятие истираемость, измельчаемость. Он долговечен. И на нем больше всего осаживаются бактерии. Заменят на новые и пористые плиты. Когда ремонт полностью завершится, а это будет в ноябре, местные жители каждый день будут получать почти на миллион литров воды больше. Кстати, люди уже успели оценить первые результаты проделанной работы. Была в канале мутная, и у нас мутная. Но сейчас в канале чистая, и у нас чистая. Прям мутная, и из крана текла? Ну да. Мы никогда из крана не пьем. У нас в одном ведре отстоится, переливаем в другое, и на дне маляка была. По сравнению, как было, немножко получше стало. Вода почище стала, напор стал хороший. Вода стала кардинально чище. Ее было невозможно после включения. Это была техническая вода. А сейчас хорошая вода. Узнали, как работает система очистки. Екатерина Сегеда и Иван Шаталов. Ставропольское телевидение. Великая победа объединяет народы. Такую акцию, посвященную 75-летию победы в Великой Отечественной войне, провели в Ставрополе. Участники проекта торжественно проводили делегацию нашего края в Армению. Туда отправились ветераны Афганистана и школьники. В дружественной стране их ждут встречи с представителями патриотических организаций, уроки мужества, а также экскурсии. Мы работаем в рамках нашей программы, в рамках нашего проекта. На сегодняшний день уже отработали пять городов-героев. Мы побывали там с делегациями Ставропольского края. И сейчас мы выходим на международный уровень. Едем в Армению. У мемориала «Вечная слава» также прошла героическая поверка, где школьники и воспитанники патриотических отрядов рассказали о своих прадедах, которые защищали нашу страну в годы войны. Этот проект несет цель воспитания патриотов и изучения исторических страниц нашей России, истории нашего Отечества. Между тем в Москве продолжается большой форум «Золотая осень-2019». Стенд Ставрополья, как всегда, пользуется повышенным вниманием гостей. О чем договорились наши в Москве во второй день форума знает Кира Рогожина. Стенд Ставрополья можно найти не только по звонким казачьим напевам, но и по аппетитному аромату. Сочная клубника, хлебобулочные изделия, сыры и, конечно, мясные деликатесы не могут оставить равнодушными никого. Да и само оформление выставочной площадки привлекает внимание. Все, чем гордится пищевая индустрия Края, размещено на двух этажах комплекса. Это несколько десятков квадратных метров качественной и натуральной продукции. В этом году вот этот яркий, такой, может быть, нестандартный в общем понимании стенд, он позволит, как простому посетителю выставки, понять, что наш край имеет практически все ниши, которые могут как накормить страну, так и обеспечить экспортную составляющую. Именно это является залогом успеха, я думаю, каждого участника и каждый стремится к этому. Поэтому и новые предприятия, которые являются и резидентами наших региональных экстремальных парков здесь представлены. Мы надеемся, что в дальнейшем мы будем также не останавливаться на достигнутых результатах и пытаться выйти на новые рынки. Вот наш Лермонтовский гидрометаллургический завод, впервые на выставке после перезагрузки. И уже есть, что показать. Предприятие специализируется на выпуске удобрений, напомним. В прошлом году производство было перезапущено. Можно сказать, у предприятия начался новый этап. Меньше чем за год компании удалось не только выйти на те производственные мощности, которые были до рестарта, но и сделать значительный шаг вперед. Сейчас в продуктовой линейке около десяти наименований. На эту выставку мы привезли то, что является бессмертным лидером нашего предприятия. То, что внесено в сотню товаров России. То, что уже многократно выставлялось на многих международных выставках, имеют соответствующие награды. От выставки мы ждем, естественно, популяризация, прежде всего, Ставропольского края, популяризация своей продукции. Естественно, обмен опытом, потому что много интересного увидеть и в других регионах. И регионы подходят, советуются. Это очень интересно, это позитивно, это положительно. Ежегодно выставку посещают несколько миллионов человек. Это рядовые покупатели и представители бизнес-сообщества. Для последних это способ наладить деловые связи. Причем Ставропольем активно интересуются партнеры из-за рубежа. С нашими интенсивными яблочными садами, например, хотят сотрудничать с сербами. В Сербии мы производим различные товары из яблок. Моя задача здесь – найти партнеров. Мне очень интересны ваши производители яблок. Мы хотим найти компаньонов в различных территориях. Но ставропольские интенсивные сады на данный момент вызывают у нас особый интерес. И мы бы хотели сотрудничать с ними. А в этом павильоне свою продукцию представляют те, благодаря кому пищевка может выставлять такие масштабные, а главное – вкусные стенды. Производители сельхозтехники, семенного материала и удобрений. Всего несколько сотен компаний со всей страны, а также стран ближнего и дальнего зарубежья. Вот наш Лермонтовский гидрометаллургический завод. Впервые на выставке после перезагрузки. И уже есть что показать. Предприятие специализируется на выпуске удобрений. Напомним, в прошлом году производство было перезапущено. Можно сказать, у предприятия начался новый этап. Меньше чем за год компании удалось не только выйти на производственные мощности, которые были до рестарта, но и сделать значительный шаг вперед. География наших продаж весь мир. Это, конечно же, домашний регион России, СНГ. И более 60 стран на экспорт. Это Латинская Америка, Европа, Австралия. В общем, самые разные регионы. И мы сейчас активно увеличиваем географию наших продаж. Выходим на новых клиентов, на новые страны. Это связано как с увеличением производственных мощностей нашей продукции, но и также в целом с развитием компании. Между тем, выставка продолжает свою работу. Еще два дня участников ждут бизнес-сессии. Также объявят победителей профильных конкурсов Минсельхоза страны. Ну и, конечно, заключены новые соглашения о сотрудничестве. Кира Рогожина, Николай Попов, Ставропольское телевидение, Москва. Такие новости у нас к этому часу. Напоминаю, что главный информационный выпуск дня в 19.30. Там полная информационная картина дня. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok